МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, ребята, и приглашаю на урок математики. Тема нашего сегодняшнего урока – сравнение натуральных чисел. На уроке мы с вами научимся сравнивать трехзначные числа согласно алгоритму. Я желаю вам, ребята, на уроке не скучать, думать, спорить, не молчать. Запомните все, что без устного счета не сдвинется с места любая работа. Мы начинаем с вами устный счет. Назовите среди данных чисел наибольшее. Правильно, это 630. А наименьшее число? Верно, это 58. Какое число следует при счете за числом 512? Правильно, 513. Какое число следует при счете за числом 342? Верно, 343. За числом 703 следует 704. Молодцы, ребята. Какое число предшествует при счете числу 100? Правильно, 99. Число 294? 293. Число 347? Предшествует число 346. Умницы! Умницы! Назовите число, в котором 4 сотни, 5 десятков и 7 единиц. Это число 457. 6 сотен и 2 единицы. Это число 602. 4 единицы, 6 десятков и 5 сотен. Это число 564. Молодцы, ребята! Сравните числа 67 и 69. Правильно, 67 меньше, чем 69. Сравните числа 85 и 58. Верно, 85 больше, чем 58. Вспоминаем то, что знаем. Из двух натуральных чисел меньше то, которое на числовом луче расположено левее, а больше то, которое на числовом луче расположено правее. Например, 92 меньше, чем 93. Ребята, а как же сравнивают трехзначные числа? Давайте сегодня с вами составим алгоритм сравнения трехзначных чисел. Запомните, при сравнении трехзначных чисел начинаем сравнивать с большего разряда сотен. Первое правило. Сравниваем цифры в разряде сотен. Три сотни в числе 312 и две сотни в числе 231. Три сотни больше, чем две сотни. Следовательно, число 312 больше, чем 231. Правило второе. Сравниваем цифры в разряде десятков. Если цифры сотен одинаковые, сравниваем цифры в разряде десятков. Рассуждаем. В числе 324 и 342 одинаковые цифры в разряде сотен. Обращаем внимание на десятки. В числе 324 два десятка, а в числе 342 четыре десятка. Два десятка меньше, чем четыре десятка. Следовательно, число 324 меньше, чем число 342. Правило третье. Если цифры сотен и десятков одинаковые, сравниваем цифры единиц. В числе 325 и 321 одинаковые цифры в разряде десятков и сотен. Поэтому сравниваем цифры в разряде единиц. В числе 325 пять единиц, в числе 321 одна единица. Пять единиц больше, чем одна единица. Следовательно, число 325 больше, чем число 321. Итак, ребята, мы с вами вывели алгоритм сравнения трехзначных чисел. Первое. Первое. Необходимо сравнить цифру в разряде сотен. Второе. Если цифры сотен одинаковые, мы сравниваем цифры в разряде десятков. Если цифры сотен десятков одинаковые, мы сравниваем цифры в разряде единиц. Подумайте, что можно сказать о трехзначных числах по отношению к двузначным? А по отношению к однозначным? Запомните, трехзначное число всегда больше двузначного или однозначного. Число 241 больше, чем число 24. Число 4 меньше, чем число 303. Запомните, трехзначное число всегда больше двузначного и однозначного числа. Применяем полученные знания. Я предлагаю вам, ребята, используя алгоритм сравнения, выполнить задание, сравнить данные числа. Проверяем и объясняем. 295 меньше, чем 695. Числа сравнивали по цифре разряда сотен. 295 больше, чем 285. Числа сравнивали по цифре разряда десятков. 295 меньше, чем 297. Числа сравнивали по цифре разряда единиц. 348 больше, чем 34, потому что 348 трехзначное число. А 34 двузначное. 348 больше, чем 8, потому что 348 трехзначное число, а 8 однозначное. 348 равно 348. Молодцы, ребята, умницы. Я вам предлагаю еще одно задание вместе с нашим другом Смайликом. Ему очень понравилось, как вы выполнили предыдущее задание. Применив алгоритм, ставьте пропущенные числа, ориентируясь на знаки сравнения. Проверяем. 637 равно 637. 524 равно 524. 973 больше, чем 873. Сравнили по разряду сотен. 245 меньше, чем 248. Сравнение было по разряду единиц. Умница, ребята, замечательно. Итак, мы сегодня с вами на уроке, ребята, научились сравнивать трехзначные числа согласно алгоритму. И что бы вы сказали своему другу по данной схеме? По окончанию урока я знаю, я умею, я могу. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас сказал, я умею сравнивать трехзначные числа. Спасибо за урок. Вы сегодня были молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова